Вчера пошла утром выносить мусор и споскользовалась на вот такой деревянной поверхности. Пришлось самой все здесь убирать. Ну хотя бы немножечко с той стороны, вот я вчера убирала сама. Сами убирают мусор жители 138-го дома по проспекту Ленина с начала декабря. Совместными усилиями расчищают общую для трех домов площадку. Проблема именно в ней. Сами контейнеры оператора опустошают стабильно. В декабре, согласно утвержденного графика, заступить на дежурство должна была управляющая компания ООО «Азимут Компани» от 134-го дома. Однако, из-за того, что между двумя управляющими компаниями возник спор относительно качества уборки, соответственно, управляющая компания ООО «Паритет» утверждала, что площадка готова к приему в конце ноября 2023 года, а мастер ООО «УК «Азимут Компани» утверждал, что контейнерная площадка не готова к приему. Яблоком раздора стали порубочные остатки, которые после ноябрьского урагана лежат рядом с площадкой. «Паритет» собирается вывести ветки со всех объектов разом. Поэтому управляющая компания пока не знает, когда этим займется. «УК «Азимут» пошла на принцип». По словам руководства «Паритета», администрация железнодорожного района, площадку приняла несмотря на ветки. «Здесь это мои ветки, ну то есть нашего дома ветки, и мы их вывезем сами. Их никто не заставляет вывозить, эти ветки. Они просто должны были одежурить на чистой данной им контейнерной площадке. Если у них дело принципа, они вправе забрать свой контейнер и поставить к себе на территорию. И тогда ни у кого не будет никаких вопросов». Пока управляющие компании друг другу пытаются доказать, кто же мусор должен убирать, ветер разносит отходы по всему двору. Помогают в этом и некоторые индивиды, выкидывающие остатки мимо контейнера. «Кроме того, что люди мимо бросают контейнера, у нас еще и приходят такие специалисты, которые собирают цветмет, баночки всякие. И вот они у нас все потом из мешка вываливаются, его развязывают или разрывают, и все это мимо валится. Мы ходим и собираем». Когда закончится эпоха собирательства для 138-го дома, неизвестно. Тем временем количество мусора лишь растет. Поэтому жильцы обратились не только в администрацию, но и в Роспотребнадзор. Однако до следующего месяца помочь гражданам с проблемой, скорее всего, смогут лишь соседи по двору. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.